Сегодня я хочу рассказать об одной вебопытной программе. Это небольшой бесплатный симпатичный вьювер для просмотра изображений и pdf файлов. Программа, ну давайте откроем, программа умеет просматривать pdf документы, изображения и, что самое интересное, можно просматривать ссылки на сайты в интернет с фотографиями. Давайте откроем, предположим, папку с изображением, вот из последних файлов. Программу можно перевести в полноэкранный режим. Самое интересное, что здесь можно использовать для этого кнопку escape, то есть как для выхода из полноэкранного режима, так и чтобы вернуться в него. Сбоку идет очень интересная такая тайм-лента, в которой отображаются эскизы всех фотографий в данной папке. Ее можно, в принципе, отключить и можно просмотреть фотографии. Мне очень нравится, как реализовано качество передачи, цветопередачи и как происходит сглаживание. Вот эти снимки, они довольно таки не высокого разрешения, но очень хорошо растягиваются под весь экран, довольно таки корректно, без артефактов. И что еще мне нравится в этой программе, то, что программа умеет листать фотографии не только от одного снимка к другому, но и по саму снимку, если снимок, предположим, выполнен не горизонтальным отображением, а вертикальным, то, соответственно, можно по нему проходить как по странице сверху вниз. Давайте посмотрим. Вот так выглядит листание, а вот так вот движение по странице. Я это делаю, нажимая пробел. То есть, нажимая пробел и двигаюсь по снимкам внутри папки. Когда снимок попадается не горизонтального разрешения, то оно движется по самому снимку сейчас. Очень интересно. Вот. Точно так же это можно делать и не в в полноэкранном режиме. Тоже, когда попадется снимок. Вот я вернусь назад. Ну, не буду. Вернусь назад. Там был снимок один длинненький. Сейчас мы посмотрим, как он в режиме. Вот он. Посмотрите. Вот таки интересно. Можно листать. Так, вернусь в полноэкранный режим. Вот. Тут есть также очень интересный таймер. Вот. Это для слайд-шоу. Тут вы можете устанавливать любое время срабатывание перелистывания фотографий. То есть, выглядит это примерно вот так. То есть, пошел отсчет. Через 30 секунд она перелистнется. Мы не будем ждать 30 секунд. Вот. Соответственно, можно установить любое время. Предположим, вот. Две секунды. Соответственно, можно скрыть. Он все равно будет достать. Так. Вот. Вот. Сейчас мы его остановим. Потому что нам не нужно это. Вот. Соответственно, вот такая вот одна функция. Ну, показ и, соответственно, EXIF информации есть. Тут информации нет. Поэтому, чтобы ничего показывать, это скан копии. Ну, и также хотелось бы отметить такую полезную и приятную функцию, как полную поддержку multi-touch. То есть, можно так вот зуммировать пальцами на тачпаде. Вращать ее всевозможно. То есть, для владельцев айфона очень знакомо. Вот. Ну, и в принципе, пожалуй, только еще превью в одно встроенном. Можно так вот управлять зуммированием на тачпаде. Больше, по-моему, не встречалось ни одного бьювера. Довольно-таки приятно, полезно. Ну, и всегда можно в масштабе потом выставить автоматически подстройку. И, пожалуй, все. Ну, этого воля чем достаточно. Довольно-таки интересных просмотров фотографий. Теперь давайте перейдем к просмотру, как выглядит просмотр PDF документов. Вот скан-копия журнала. Давайте откроем тоже на весь экран. Очень интересно. Можно двигаться точно так же, как по самой странице. Вот я простым нажатием пробел, двигаюсь по странице. Это дошло до конца, оно переходит на вторую страницу и пошло дальше. Очень удобно. То есть, его можно так же использовать, как читалку для сканированных книг. Очень интересно. И тоже, видите, довольно-таки качественно. Мне приятно и удобно читать. Ну, и третье. Это, как я уже сказал, можно открыть веб-ссылку. Тут ее можно либо сюда вставить, в кольцо. У меня здесь уже готовый, изнедавно открытый. Давайте зайдем просто на мой аккаунт на фликере. Так, тоже полный экранный режим. Так, давайте мы включим для интереса эскизы сбоку. Оп, видите, отражается. И точно так же он воспринимает ссылку, как просто папку с фотографиями. То есть, мы не видим никакой страницы. Он просто забирает линки на фотографии с данной страницы и перелистывает их, как в папке. Точно так же движется по длинным фотографиям. И что самое приятное, мы можем также включить слайд-шоу. Это очень хорошо для каких-то презентаций, когда у вас находится в интернете подбор каких-то нужных вам фотографий или слайдов. Вот так вот движется, собственно говоря, внутри обычной... как внутри обычной папки. Программа имеет русскоязычный интерфейс. Вот видите. И очень простые настройки. Простые, всем понятные. И, в принципе, ее более чем достаточно. А так же она совершенно бесплатна. То есть, эта программа бесплатна. Вот такую программу я хотел вам сегодня показать. Если вам не нужны какие-то дополнительные редакторские возможности, то я думаю, это очень интересный вариант просмотрщика фотографий на macros. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова